Книга «Открытый моком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 588. «Разве считается грехом то, что женщина носит высокие каблуки?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Считаю, что все шпильки и высокие каблуки – хорошо продуманная акция по извращению психики женщин и их безопасности. Она не только не может убежать от преступника, но даже нормально стоять, готовая жертва насильника. А это есть преступление, то есть грех против своей жизни. Высокий каблук ставит женщину на цыпочки, как в балете. Это уродует ступню, делает ее похожей на ласты моржа. Результат – лечение у врачей, непригодность к работе, дополнительные расходы. Все это есть преступление против плоти, которое есть храм Духа Святого». 1 Коринфянам 3, 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 2 Коринфянам 6, 16. «Какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы – храм Бога живого, ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Конец цитаты. «В природе все уже заложено Богом, чтобы мы брали оттуда подражанием, и ничего не выдумывали вопреки природе. А там нет таких каблуков, которые бы уродовали нижние конечности. Тянется, или так уж хочется хотя бы в этом быть равной с мужем по росту? Напрасно». Стихотворение «Какую обувь лучше нам носить? Немаловажно всем определиться, готов ли уличную грязь месить, или по асфальту в босоножках чистых. О, как прекрасны ноги лишь у тех, кто мир благовествует до окраин» Римлянам 10, 15. «Он отказался от земных утех, приемлет за Евангелие раны» 1 Фессалоникийцам 2, 8. «То они бойцы на шпильках-каблуках, уже на кухне ноги изувечат. О них сказать намеком чуть слегка, обидятся, надуются навечно. Бог простирает свой сапог на страны» Псалтирь 107, 10. «Не знающие Бога и Егову, из решета на темечко ураном, и птицам хищным трапеза готова». Откровение 19, 21. «В присутствии грядущего судьи снимают обувь пастухи-пророки». Исход 3, 5. «Ей, Господи, Ты к нам гряди, гряди». Откровение 22, 20. «Усвоить дай последние уроки». Притчей 24, 32. «Нам в кирзовых солдатских сапогах шагать пришлось по Азии, Европе. Ах, если бы мы всем несли не страх, а чистые евангельские строки». Стихи и главы от еврея Павла до столкованиям святого Златоуста. Стена берлинская, невыстроенная, невыстроенная пала. Фашизм и коммунизм издохли в дусте. Хайль, свету от фавора исходящую. Да здравствует воскресший Иисус. Там Сталин Гитлер в умиление плачут. Бросают обувь под горящий куст. Для обуви солдатской нету места. А санну Берия и Геббельстам поют. От радости салют победы вместе охватывает север, запад, юг. Не говорю восток. То имя Божие. Луки 1, 78. Обуйтесь, благовестники добра. Осветим в церкви весь ольков наложниц. И крестное знамение на ура. Почет сапожникам кристально трезвым. Обувщики, мы все к вам босиком. Нам гвозди в ноги, в сапогах железных. В них к небу так шагается легко. Игла. Игнатий Лапкин. 11 мая 2002 года. Сноска. Ольков. Ниша в стене. Спальня. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...